Приветствую вас! Недавно мы проводили опрос на сайте Ладная Я на тему самооценки и уверенности в себе. У всех участниц опроса была возможность задать свои вопросы автору проекта Ладная Я, коучу, психологу Али Касаткиной. В общем, мы получили более 400 вопросов. Чтобы ответить на каждый из них, наверное, понадобилось бы несколько дней, то и неделя. Мы выбрали самые популярные и самые интересные из этих вопросов и сейчас ответим на них в формате интервью. Со мной Алла Касаткина. Добрый день, Алла. Добрый день. Приступим? Приступим. Итак, первый вопрос. Почему появляется желание сравнивать себя с кем-то, равняться на кого-то, соответствуясь чужим стандартам? И как это влияет на самооценку женщины, на ее жизнь? Давайте начнем немножко с самого начала, чтобы было не просто желание сравнивать себя с кем-то, а посмотрим на то, как развивается наша самооценка и откуда она берется. Мы рождаемся, формируемся как личности, но с одной стороны наша самооценка, она рождается вместе с нами, с другой стороны она должна на чем-то основаться. Как у любого здания есть свой фундамент. И то, как относятся к нам наши родители, то, как относятся к нам члены нашей семьи, как относятся близкие сначала в семье, потом одноклассники в школе, из этого формируется наше представление о том, какие мы. И базовое представление о том, какие мы, закладывается еще в семье. Как нас оценивает мама? Мы понимаем, что если мама нас любит, если мама нам старается потакать в каждом нашем желании, мы считаем себя важными. Если мама нас ограничивает, если мама нас часто наказывает, если мама многое запрещает или предъявляет к нам высокие требования, мы считаем, что мы недостаточно хороши, и мы себя уже начинаем принижать. То есть мы недостаточно хороши, мы не доходим до той высокой планки, которую поставила наша мама, мы ей не соответствуем. И это наши первые сравнения себя с кем-то, с чем-то, с желанием соответствовать каким-то идеалам, и вот оттуда формируется наша самооценка. Потому что она состоит из двух частей. Это то, что мы понимаем сами про себя, и то, что нам говорят, якобы понимая про нас, а нас же другие. То есть, допустим, есть девочка, которая повзрослела и стала женщиной. Когда она росла, все в семье, ей говорили, Господи, да ты самая обыкновенная, ничего в тебе особенного нету, ты такая, как все, давай учись, работай, не задирай нос, тебе надо там то-то, то-то, то-то делать. И девочка росла, считала себя средненькой, боялась лишний раз руку поднять в школе для того, чтобы высказать свое мнение. Учила уроки на пятерке и ждала, чтобы ей эти ставили пятерки, но у нее тоже была достаточно жесткая учительница, и она тоже все время придиралась к чему-то, потому что не хотела, допустим, чтобы эта девочка составляла конкуренцию ее же дочке. И получалось, что девочка, обладая достаточно хорошими данными и в учебе, и внешними, может считать себя просто сиренькой мышкой и быть никакой. И на самом деле таких женщин, к сожалению, достаточно много, которые не ценят себя по достоинству, потому что если человек себя ценит по достоинству, им очень сложно управлять. Если человек знает себе цену, то есть его самооценка хорошая, то тогда им управлять очень сложно. И поэтому наша самооценка оттуда и появляется, что мы не понимаем, какие мы, нам не объяснили, как узнать, какие мы, что в нас есть, как оценить по достоинству то богатство, которое в нас есть. Мы начинаем подстраиваться. Там сказали, что ты должен быть умным, там сказали, что ты должен быть красивым, там сказали, что у тебя должны быть не меньше высшего образования, а лучше три, иначе к нам можешь не приходить. И человек понимает, я вот под одну планку не подошел, под вторую, под третью, мне тяжело сказать о том, какой я классный, потому что, а вдруг я не такой классный, и меня всегда дергивали. И у нас получается, что оценка формируется только из внешних источников. И получается, что о том, какие мы на самом деле, мы себя не знаем, и поэтому мы пытаемся под кого-то подстраиваться. И к женщинам относительно, это вообще, если мужчина по натуре своей, он настроен на то, чтобы заявить о себе миру, самоутвердиться, и даже если его самооценка, вернее, его ценность личностная далека от идеала, мужчина понимает, что есть какие-то качества. Пусть не умом, так старанием возьму, пусть не старанием и умом, а красотой возьму. Не ума, не старание, не красоты, значит, будет наглость. Не ума, не старание, не красоты, не наглости, значит, будем брать силой. И у мужчины есть что-то в арсенале, чем он будет все равно продавливать, потому что его функция активная. Женская функция по жизни, она пассивная, и поэтому женщина очень часто ждет, если в детстве не привили другой манеры поведения и отношения к себе, она ждет, когда ее кто-то оценит или когда кто-то поставит планку и померяет, ты соответствуешь этому, молодец, не соответствуешь, фу, какая ты нехорошая, пойди по той сторонке. Вот оттуда это и получается. Понятно. А как поднять свою самооценку раз и навсегда? И можно ли это сделать? Или самооценка, с ней такая ситуация, что вот сейчас она хорошая, а потом что-то там случилось, там, Бах и улетела, да? Не, ну не Бах и улетела, а там какая-то там трагедия жизненная случилась, ну там, не знаю, с любимой работы уволили, ну, такая относительная трагедия. Ну, это же неизвестно, кому повезло. Отсношения распались, там, не знаю, замуж не получилось выйти. Понятно, хорошо. Нормально то, что нападает. Давайте разберемся. Смотрите, какая штука получается. Поднять самооценку раз и навсегда. Можно, если ее поднимать правильно. Если думать, что самооценка это, как это сказать, ну вот в детской игрушке какая-нибудь ручка, дернул, и вот она взлетела, и все. Закрепил за что-нибудь, повесил ее на гвоздик, она будет висеть. Или, допустим, забил себе планку, сказал, я умный, красивый, там, еще какой-то. И это будет все незыблемо. Так не получится, потому что тогда надо спрятаться куда-нибудь в пустыню, где ты будешь единственной умной, единственной красивой, единственной с такой образованием, как у тебя есть, с такой фигурой, с такими внешними данными, все, других больше нету. Сравнивать себя не с кем. Но что происходит? Если самооценка поднимается, как это сказать, у нас есть традиционные методы, нетрадиционные. Традиционные методы это когда человек шаг за шагом осваивает, кто он такой. Я вот, отвечая на предыдущий вопрос, говорила о внутренней ценности, о том, когда мы понимаем, какие мы, насколько мы, что мы из себя представляем на самом деле. И тогда наша самооценка, она уверена, как вот, как молодое деревце растет, спокойненько, крепенько, вот те неприятности, о которых вы говорили, там, с работы уволили, молодой человек ушел, или вы от него ушли, или мечтали, что вам будут платить такую зарплату, а вам отказались ее вдруг платить. Мало ли, что может в жизни случиться. Но если ваша самооценка, она вот имеет под собой такие крепкие корни, когда вы знаете свою ценность, и она подрастает, ее может качать из стороны в сторону. Она может немножко прогибаться, но она не рухнет, не обвалится в один день. Но есть такая вот, такие женщины, которые приходят иногда на консультацию и говорят, Алла, сделай так, чтобы за один час моя самооценка была такая, чтобы я всех за пояс заткнула. Вот, чтобы я стала звезда, и вот все передо мной падали ниц. Так не бывает. Потому что когда все, что быстро вырастает, у него, как правило, очень короткий срок жизни. Потому что либо это растение, которые вымахивают вверх, их собирают быстро и отпускают в пищу. Если дерево так быстро сиганет и не закрепится корневой системой, у него будет слабый стебель, оно тоже повалится. Короче говоря, для того, чтобы что-то было стабильным и основательным, оно должно идти по шагам. Оно должно выдерживать свою скорость роста. И если вы рассчитываете поднимать свою самооценку, допустим, сегодня она у вас не на очень хорошем уровне, вы рассчитываете ее поднимать, планируете, что у вас это займет от трех недель до полутора-двух месяцев. Вот это нормальный темп для подъема самооценки. Если вам кто-то обещает это сделать за три дня, за пять дней, вам вешают лапшу. Вот, говорю абсолютно честно. Есть, конечно, экстремальные методы, когда вот ситуация критическая, нужно пойти к начальнику. Начальник не подарок, любит оскорбливать, унижать, и нужно срочно решить с ним какой-то вопрос. Да, есть упражнения, которые можно, у нас, кстати, в бесплатном курсе эти упражнения даже есть на сайте. Можно применить эти техники и быстренько достичь результата. Но это будет одноразовый результат. Он не дает никакого пролонгированного действия. И как только ваш начальник опомнится, что он сделал что-то не то, он обязательно отыграет ситуацию в свою пользу. А вы можете просто не вспомнить об этом упражнении и не отреагировать. Ну, в своем ответе вы ответили сразу на два вопроса, потому что следующий вопрос был можно ли поднять самооценку быстро и стоит ли гоняться за всякими быстрыми упражнениями. Подними самооценку за час, за полчаса, за один день. Ни за час, ни за полчаса, ни за один день свою самооценку вы не поднимете. Самооценка базируется на том, что вы узнаете о том, какая вы. А для того, чтобы, ну, давайте вот посмотрим немножко с другой стороны. Вы знакомитесь с мужчиной. Да, конечно, можно впасть в иллюзию и сказать, я его увидела, влюбилась, я поняла, это мой человек и все, и мы будем жить до самой смерти с этим человеком. Но на самом деле сколько такие отношения длятся. Ну, месяц, два, три от силы. А потом это все разлетается и потом начинается ах, какой кошмар, как он меня обманул, как он меня предал, куда смотрели мои глаза. То же самое с самооценкой. Да, по интернету гуляет дофига всяких там этих советов, популярных статей о том, как быстро все это сделать. Но, мои дорогие, для того, чтобы выполнить хотя бы одно из тех требований, которые написаны в этих статьях, нужно потрудиться для того, чтобы познакомиться с собой, как с личностью не так привет-привет и побежали, чтобы я тебя больше в глаза не видел, а познакомиться именно глубоко. Для этого надо время. И если мы не уделяем это время самим себе, то мы не хотим нифига с собой знакомиться. Это правда. Окей, а есть еще такой вопрос. В принципе, тоже это разряды самооценки, но ситуативной самооценки, я бы сказала. Вот что бывает, если вроде как самооценка хорошая, себя ценишь, не знаю. Вроде бы, да. Вроде бы, да. Но вот какие-то ответственные моменты почему-то нам предательски ускользают куда-то, не знаю, перед встречами с начальством, перед какими-то важными свиданиями. Давайте разделим эту ситуацию от иллюзий и разделим иллюзию и реальность. Нам очень хочется верить всегда, что у нас нормальная самооценка, потому что не у всех, даже у тех, у кого самооценка сидит глубоко под плинтусом и не высовывает своего носа, даже эти люди пытаются кому-то доказывать, что у них самооценка нормальная. Если самооценка нормальная, никому доказывать ничего не надо. Она нормальная. И в этой ситуации перед ответственными встречами, перед важными какими-то моментами у человека не самооценка падает, а у человека появляется волнение, потому что он осознает важность, значимость встречи, он понимает, насколько он готов или не готов к этой встрече, есть ли у него достаточно аргументов, чтобы защищать свои интересы или нет, и у него появляется вот это вот ощущение не падения самооценки, а легкой неуверенности. И я бы не назвала это падающей самооценкой, потому что это именно проявление неуверенности, потому что в глубине души человек понимает, что он к этому разговору не полностью готов. Либо важность этого разговора настолько высока, на карту поставлена настолько, вот в данный момент времени, что человек очень боится проиграть. И это один момент, а есть иллюзия, когда мы говорим, у меня самооценка нормальная, но вот почему-то, когда я встречаюсь с ответственными людьми, я не могу ничего сказать, вот куда-то она у меня улетучивается. Так не бывает. Как говорит одна моя подружка, нравится мне и шутка на эту тему, она говорит так, самооценка либо она есть, либо ее нету, это точно так же, как беременность, или ты залетела, а немножко беременной побывать не получается. Поэтому либо она у вас есть, и она у вас есть хорошая или заниженная, или завышенная, но и заниженная, и завышенная это отклонение от нормы. Самооценка она либо хорошая, либо никакая. Вот усвойте, пожалуйста, вот этот вот один момент, потому что когда все остальные иллюзии, вариации немного заниженная, слишком заниженная, слишком завышенная, это все иллюзия. И вот чем быстрее вы избавляетесь от этой иллюзии, тем адекватнее вы оцениваете себя и людей, которые рядом с вами. А вот как раз такой вопрос по поводу хорошей сомат и анки, немножко заниженных, немножко завышенных. Как определить, что сомат как человек может сам себя продиагностировать, понять, да, у меня там хорошая или нет, у меня нехорошая, надо бы поработать. Вот как определить? Очень простой тест. Ну, во-первых, я недавно на сайте давала упражнение с лестницей, оно очень познавательное и хорошо показывает, но оно показывает не настолько уровень самооценки, а насколько вы себя воспринимаете, оцениваете себя по сравнению с другими людьми. И там упражнение как ларчик с несколькими этими потайными ящичками, оно очень многогранное, я показала самый простой уровень, а есть глубже, и вот в тренинге мы будем с этим уровнем, который поглубже, мы даже с двумя уровнями этого упражнения будем работать. Что получается? Когда у вас самооценка нормальная, вы себя чувствуете так же естественно и легко, как вы дышите. ну вот вы же не думаете я правильно дышу или неправильно дышу при каждом вдохе. Вы просто дышите. И самооценка, если она у вас нормальная, то вы просто живете и не задумываетесь, какая она у меня сегодня. Так, она у меня сегодня на полсантиметра выше, чем надо, или на полсантиметра ниже. Но, если вы постоянно сомневаетесь в том, что вам вы можете это себе позволить или не можете, допустим, вы собираетесь что-то делать или какой-то новый наряд одеть, а вы стоите и думаете, боже, а что же скажет моя подружка Маша, а что скажет мой начальник Иван Степанович, а что мне может рассказать мама по этому поводу. Мама дорогая, может мне не надо это одевать, одену я лучше старые джинсы, уже все меня за них сто раз ругались, я в них пойду, хоть предсказуемо. Вот это проявление заниженной самооценки. Если вы, когда приходит время сказать о своих заслугах, допустим, вы работали в коллективе, вы очень много потрудились над тем, чтобы получился результат. И когда приходит начальник и говорит, кто все это сделал, но он говорит непонятным тоном, и нельзя понять, он сейчас звезды на грудь будет вешать или по шее давать. И вот если вы сидите и ждете, пока кто-нибудь из коллектива расскажет, что это же вы, пахалин, демно и ношно, для того, чтобы достичь результата, самооценка ваша под плинтусом, глубоко-глубоко и не высовывается. Потому что обычно ваш успех еще и получается в этих ситуациях. Кто-нибудь нагло себе присваивает и говорит, я, и получает звезду на грудь. А вы сидите и излитесь, плачете от обиды, а уже все, он уже сказал, вы же не побежите доказывать. Тем более смелости у вас на это не хватит, если самооценка плохая. Понятно. Я надеюсь, я достаточно хорошо объяснила. Хорошие примеры, достаточно ярко. Еще один вопрос по поводу самооценки. Как влияет устроенная или неустроенная личная жизнь на самооценку? То есть, если много было вопросов у нас в вопросе, связанных именно с отношениями мужчины и женщины на самооценке, что вроде как падает самооценка из-за того, что не удается найти своего мужчину, построить отношения с ним, из-за того, как-то мужчина любит не так, как бы хотелось, что из-за неполадок в отношениях падает самооценка. Очень классный вопрос. Вот спасибо всем, кто его задавал. Объясню почему. Потому что вот сам вопрос свидетельствует о том, что проблемы с самооценкой уже есть. Потому что если наличие личной жизни, поведение мужчины по отношению к вам, статус ваш в отношениях, это влияет на вашу самооценку, она у вас падает, поднимается, значит, ваша самооценка, она ненормальная, она ниже нормы. И вы себя, как женщину, адекватно не цените. И именно поэтому вы сомневаетесь в своей привлекательности, сколько бы вам лет не было. Потому что в каждом возрасте у женщины свои особенности и своя особая привлекательность. Есть и свои плюсы. И даже женщина в 45-50 может выиграть по привлекательности больше, чем молоденькие девочки, несмотря на то, что они ходят своей красотой и молодостью, козыряют как красным флагом и думают, что это самый главный их показатель самооценки. Потому что они панически боятся стареть. А женщина в 45 знает, как себя падать, если у нее нормальная самооценка. Но хочу сразу сказать, если ваша самооценка падает, поднимается от того, что есть у вас отношения или нет у вас отношений, с вашей самооценкой есть проблема. Почему? Потому что когда у женщины нормальная самооценка, она знает свои плюсы, знает свои минусы. Она спокойно может использовать в плюс, что свои минусы, что свои плюсы. И она не зависит от того, есть сегодня с ней рядом мужчина, ее самооценка. И сама женщина не зависит. Или нет. Ее счастье, ее радость жизни, они не зависят, ее успешность не зависит. А если зависят, то ваша самооценка упала под плинтус. Еще один очень важный показатель. Когда у женщины хорошая самооценка, женщина такая с хорошей самооценкой в разы привлекательнее любой самой большой красавицы с заниженной самооценкой. Вы можете быть толстушкой, вы можете быть не молоденькой, а уже в возрасте 40+. Если у вас хорошая самооценка, вы дадите фору любой женщине, независимо от своего возраста. Потому что когда женщина себя ценит, еще одна фишка, еще один козырь, скрытый плюс, если хотите, хорошей самооценки для женщины. Когда самооценка у женщины хорошая, она и в отношениях никогда в жизни не позволит мужчине себя не ценить. Она не попадет в такое состояние, что мужчина будет пренебрегать ее интересами, ее желаниями. Он будет с ней считаться только потому, что она себя ценит и он автоматически будет признавать ее ценность. Потому что большое заблуждение женщин, которые имеют проблемы с самооценкой, они думают, что если они устроят свою личную жизнь, наконец-то появится рядом с ними мужчина, который будет их ценить по достоинству. А нифига подобного! Не появится с вами рядом мужчина, который будет вас ценить, пока вы себя не научитесь ценить сами. И именно поэтому вот сейчас забегая немножко наперед, я скажу, что мы собираемся запускать новую версию, уже третью тренинга по самооценке, где я буду учитывать, во-первых, возрастные особенности самооценки, и плюс я дам в качестве бонуса еще, наверное, один каст, отдельно учитывающий самооценку в отношениях. То есть я тоже введу дополнительные задания, которые будут касаться именно возрастных особенностей под любой возраст, под возраст, допустим, 25-35, там будут одни особенности. 35-40, и поскольку у нас среди участниц нашего проекта есть женщины, которым 40-45, вот я дам информацию, которой нигде в интернете нету, что делать с самооценкой после 45, потому что это вопрос вообще кричащий, потому что у женщин в этом возрасте она либо пикирующий бомбардировщик и уже неподъемный, убитый насмерть, либо они пытаются ее, вот как мы говорили сначала, задрать на какую-нибудь недосягаемую высоту, но на самом деле и попытаться всем доказать, что она у них есть, но ее нету, зацепиться ей не на чем, и поэтому она постоянно сваливается, и постоянно женщины испытывают с этим проблему. Именно поэтому мы вот все эти моменты отразим в нашем тренинге. Окей, еще один вопрос по поводу, тоже связанной с самооценкой определенным образом, несколько раз встречался в нашем вопросе, что такое вообще любовь к себе, как она проявляется, отношение к самооценке, вот как ее понять, пощупать можно ли? Любовь к себе и самооценка это родные сестры, потому что, смотрите, какая штука, допустим, идете вы по улице, незнакомый человек к вам подходит и говорит, девушка, возьмите колечко, и протягивает вам колечко, вы понимаете, мужик какой-то, странного вида, пахнет от него не очень хорошо, не брит, в каком-то затертом костюмчике, протягивает вам какое-то колечко, непонятно какое, боже мой, да вы его и в руки вряд ли возьмете. А если возьмете, придете, зашвырнете куда-нибудь и не будете на него обращать внимание. Но может так оказаться, что перед вами был вот в таком странном облачении волшебник, который дарил вам перстень с каким-нибудь там волшебным камнем, который будет исполнять ваши желания. Но когда мы не знаем, что это такое, мы это не можем ценить. И поэтому, что получается? Женщины бросаются в одну крайность из другой. Если у меня проблемы с самооценкой, я хоть любить себя начну. И она начинает себя любить, начинает бегать по косметологам, начинает покупать себе вещи, на диетах сидеть или еще чего-нибудь. Она думает, что она любит себя. На самом деле, вот это идет процесс беспорядочности. борьбы с собой. Борьбы за то, чтобы стать лучше для себя. И понять, а вдруг меня кто-то наконец-то оценит. Но это не любовь. Когда мы себя ценим, когда мы знакомы с собой, как с личностью, очень близко, и знаем, какие мы, что для нас хорошо, что для нас плохо, что может усилить нашу красоту внутреннюю, внешнюю, и мы это делаем, это проявление любви к себе. Но когда мы, допустим, знаем, что у нас есть мечта, вот у меня есть одна клиентка, которая всю жизнь мечтала писать сказки для детей, а вместо этого она устроилась бухгалтером, ненавидит свою работу, но работает, и потому, что она не верит, и пишет она достаточно хорошо. Но сказки пишет она исключительно для своего маленького сынишки. Когда я пытаюсь объяснить, что те сказки, которые она пишет, они добрые, светлые, и эти сказки даже можно для начала писать и дарить друзьям своего сына на дни рождения, она говорит, вы что, мне стыдно их кому-то показать, надо мной же будут смеяться, меня же дурой назовут. Вот вам проявление любви к себе и самооценка, ценность того, что она умеет делать. Она действительно хорошие сказки пишет. Но пока мы себя не ценим, мы не можем это принять. Опять же, погоня за красотой. Да, можно сказать, я себя люблю, я хожу на косметические процедуры, я берегу свое лицо, я за ним ухаживаю, я вот уже подтяжки сделала, я вот уже ботоксом обкололась, я себе липосакцию сделала. Это не любовь к себе. Это проблема, когда мы не принимаем свое тело таким, какое оно есть. Мы пытаемся его подогнать под какие-то стандарты. Не признавая, я не говорю, что не надо следить за собой, надо ухаживать за телом, за ногтями, за руками, за лицом, за волосами, обязательно ухаживать. Но если вы это делаете не потому, что вам это хочется и потому, что вам нравятся ваши волосы, а потому, что это нынче стандарт красоты такой, то грош цена вашей любви к себе. Понятно. А вот как самооценка влияет на реализацию женщины в жизни, в работе, личностную реализацию? Хороший вопрос. Я вот только рассказывала вам о женщине-бухгалтере, которая пишет детские сказки. Напрямую связано. Потому что, когда женщина знает себе цену, не в том плане, что она ее набивает и диктует всем, я вот такая раз такая. Но скажу вам честно, если бы у Пугачевой, Аллы Борисовны, дай бог ей здоровья, была плохая самооценка, и она не знала цены своему таланту, своему голосу, своей способности подать себя на сцене, если бы она всего этого не знала, у нас бы не было такой великой певицы. Если бы Мадонна не знала цену своему голосу, если бы она не хотела доказать всему миру и показать всему миру, какой этот голос у нее сильный, как она может себя проявить. Да, для нее это было важно, но если бы она не считала, что она талантлива, она бы не смогла пробиться наверх. И когда ни Пугачева, ни Мадонна не являются эталонами в каком-то плане, они не являются женщинами с идеальной красотой, идеальными фигурами, у них есть свои недостатки, есть свои особенности, но они сумели обернуть это все в то, чтобы стать не такими, как все, не шаблонными, не батарейными певичками, а выделиться ярко и столько лет им быть на пике популярности. Вот это то, как это позволяет реализовать. Наверняка среди ваших знакомых есть женщины, которые, несмотря на свой возраст, допустим, им может быть и 30 лет, им может быть и 40, им может быть и 50, они увлечены своей работой, они отдаются делу своему с душой, им это нравится. И вот вы смотрите, один ходит на работу с 9 до 6, проклинает и ждет пятницу и чертыхается на понедельник, а второй, у него вроде и выходные, но он все время что-нибудь думает, придумывает, ходит, связанное со своей работой, потому что он горит, потому что ему там интересно и он там развивается, он себя чувствует на высоте, а это потому, что человек, вы думаете, что тот, кто горит, он талантливее того, который чертыхается? Может оказаться, что тот, кто чертыхается, намного талантливее в какой-то сфере, но он не ценит своего таланта, а тот, кто горит своей работой, он может быть и не со звездой во лбу, но ему это нравится, он считает, что вот на том уровне, какие знания у него есть, он может этим заниматься, он разрешает, или она разрешает, женщина разрешает себе, и она этим занимается. Одна из моих клиентов рисует картины, вот, она не училась нигде рисованию, она где-то, у кого-то брала пару уроков рисования этими мелками, я не знаю, пастель, по-моему, это называется, я не сильна в художестве, и вот она рисует, самое интересное, что ее картины, ее подруги продают за деньги, приносят ей деньги, она за это не решается взять деньги, она говорит, я просто получаю удовольствие от того, что я рисую, но иногда уже приходят люди и заказывают ей картины, вот, что значит, она нет, она говорит, я не заканчивала никаких академий искусств или еще чего-нибудь, я не профессиональный художник, я рисую то, что идет от души, и ей все равно за это люди платят и ценят ее труд. Великолепная, вдохновляющая история, и вот последний на сегодня вопрос, тоже связанный с самооценкой, но вот именно с точки зрения поднятия, вот, несколько участников просили посоветовать им, вот, какие-то бесплатные курсы, или упражнения для поднятия самооценки, вот, хотела задать вопрос, могут ли вот бесплатные курсы всякие, там, не знаю, какие-то, вот есть фильм, посоветуйте мне фильм, чтобы поднять самооценку, что-то в этом роде. Дайте мне что-нибудь поесть, и могут ли эти программы бесплатные, вот такие вот, какие-то краткосрочные, бесплатные, их сейчас много в интернете, помочь поднять самооценку, и если да, то как отличить хорошее от плохого? Давайте разберемся для начала, я уже сегодня немножко говорила об этих бесплатных программах, которые есть. Есть бесплатные волшебные таблетки костылей, как я их называю, это когда вам дают какие-нибудь техники одноразовые, когда вам нужно срочно привести себя в чувства, вам нужно правильно отреагировать на какую-то сильно травмирующую ситуацию, которая больно бьет по вашей и так сидящей под плинтусом самооценке. Вот у нас на сайте есть курс «5 секретов уверенности в себе», где мы давали такие вот четкие конкретные инструкции, в каких ситуациях можно поступать для того, чтобы уверенность в себе речь о самооценке не шла, речь шла об уверенности в себе, где мы помогали в критических частых самых ситуациях справиться с неуверенностью, чтобы можно было отреагировать на там, когда тебя критикуют, когда заставляют делать то, чего ты не должен делать, когда тебя там провоцируют и делают виноватой, то есть как на это реагировать правильно, чтобы самооценка вообще уже не брыкнулась вверх лапками. Но я говорила о том, что есть статьи, где есть типа инструкция, напиши то, напиши это, начни любить себя, начни заботиться о себе. Легко сказать, когда ты понимаешь, что это такое. Но когда ты не знаешь, как это сделать правильно, когда ты не понимаешь, вот сейчас я люблю себя, или я пытаюсь подпихнуть свое тело под какой-то стандарт, как ты узнаешь? Я горжусь своим недостатком, или я создаю себе иллюзию, что это недостаток, мне не сильно портит жизнь. Но пройдет два дня, и я буду готова криком кричать, потому что вот это мне все сильно ухудшает жизнь. А люди, которые отпускают в бесплатный доступ, вот якобы, семь волшебных таблеток, вот сделай раз, сделай два, три, четыре, пять, шесть, семь, и будет тебе счастье, твоя самооценка поднимется. Это неправда. Это не работает. Я уже говорила, самооценка начинается с того, что мы ценим себя как личность. И для того, чтобы оценить, нужно познакомиться. Мало того, чтобы познакомиться, познакомившись, нужно еще посмотреть, как тебя будут воспринимать другие. Не так, как раньше из-под плинтуса, а правильно, уже с новой высоты. И в эту новую высоту, с другой позиции, нужно зайти к тем же людям, которые тебя раньше видели неуверенным, не ценищим себя. Что нужно сделать? Как ответить? Как себя повести? Если вдруг кто-то пытается с тобой точно так же, как раньше, продолжает общаться и пытается загнать твою самооценку снова под плинтус. Это не вопрос двух дней. И здесь должен кто-то обязательно, что называется, присматривать. Это такое ощущение, ну вот, это точно так же, как вы пытаетесь что-то изменить в себе и пытаетесь сделать это бесконтрольно. Если вы будете строить дом, не создавший фундамента, ваш дом долго не простоит. А вот то, что, когда вы делаете это основательно, вы закладываете мощный фундамент для своей самооценки. Все, что вы будете настраивать сверху, свои таланты, свои новые умения, это все будет на опоре стоять, которая будет незыблемая. Ваша внутренняя ценность. Вы знаете, что я вот такая, и я этого достойна. И тогда ни у кого не будет сомнений. Этот процесс занимает, я уже говорила, от трех недель где-то до двух месяцев. В зависимости от того, как кто-то готов меняться. И именно поэтому вот в этом году мы уже второй раз, но больше уже, наверное, не будем, мы запускаем тренинг еще раз по самооценке. Это будет вот в этом году запуск. И уже будет, может быть, через год мы будем делать новую версию. В этой версии тренинга мы учитываем особенности самооценки женщины в отношениях и особенности возрастные самооценки. И плюс мы создаем фундамент для того, чтобы эта самооценка была незыблема. Это произойдет уже достаточно скоро. Запуск тренинга планируется в июле месяце, поэтому я воспользуюсь возможностью и все, кто слушает интервью, приглашаю, если вам эта тема интересна, оставляйте свои данные в форме под этим интервью мы ее разместим на сайте и тогда больше материалов касающихся самооценки, приглашения на наши бесплатные семинары, какие-то уроки, которые я буду давать, связанные с самооценкой, еще дополнительную информацию мы еще видео снимаем по поводу самооценки и ее особенности, особенности ее проявления в разных наших сферах жизни. Оставляйте свои данные и вся эта информация будет приходить к вам первым и уже будет приходить вам непосредственно адресно, то есть вы себе отфильтровываете то, что для вас актуально на данный момент. Спасибо, Алла, большое вам за ответы на вопросы. Мы выбрали самые интересные и самые частые вопросы. Надеюсь, ваш вопрос тоже не остался без внимания. Постарались учесть все интересные моменты, связанные с самооценкой и уверенностью в себе. Я желаю вам, Алла, и вам, уважаемые слушатели, хорошего дня, хорошей недели и до встречи в новых интервью, в новых аудио, видео на сайте «Ладная Я». Спасибо вам большое. Благодарю всех участниц нашего проекта за активность, за ваше желание делать свою жизнь лучше, за желание меняться, за желание развиваться. От всей души желаю вам счастья, удачи, всего самого-самого светлого и радостного в вашей жизни. С вами были Алла Касаткина и Анна Скаченко. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok